Нижнекамские новости В крупных торговых и аптечных сетях на два месяца будут заморожены цены на продукты питания и жизненно важные лекарственные средства, связанные с резкими скачками курсов валют. В антимонопольную службу был направлен проект соответствующего соглашения. Известно, что гипермаркет «Лента» в марте заморозит цены на 20 товаров из социально значимой категории. Ассортимент продуктов торговой сети установят сами. Подробнее 18.30 на НТР. На Мира-72 задержан 40-летний мужчина, торговавший опиумом. Контрольную закупку провели сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемый продал оперативникам медицинский шприц с жидкостью светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это ацетилированный опиум с бытом. Мужчина занимался около двух месяцев. Этой целью он снял квартиру, где сам изготавливал наркотики. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. В Нижнекамске разыскивают пропавшего мужчину. 27 февраля ушел из дома и до сих пор не вернулся. Шакиров Ильтазар Габдельхакович, 65-го года рождения. Проживает он один. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просьба позвонить в полицию по телефону 02 или 8-987-295-38-72. Следующий сезон для главного тренера нефтехимика Владимира Крикунова станет последним. Об этом он заявил в интервью интернет-порталу sportbox.ru. По словам прославленного специалиста, после завершения тренерской карьеры он не собирается уходить из хоккея и станет либо вице-президентом клуба, либо же будет работать с младежной командой. О погоде сегодня в Нижнекамске до минус 4, ясно. Почему неврологии сократили места? Воспитатель 23-го детского сада жестоко наказывал детей во время тихого часа. Об этом уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 и 41 13 13. Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru. Увидимся через пару часов. Не переключайтесь.